Это Мир Ланга, это Миров. Всем привет. Ну так, вдохновление, наверное, тяжело это будет назвать, так как в детстве, наверное, стандартно родители отдали мама, мама, папа отдали на хокке, и как-то так и началось, потихоньку начали ходить, и мне началось нравится, и нравится, и довольно стандартно родители отдали. Было 4 годика, да, и расписание, конечно, повлияло, так как очень много тренировок было, там, конечно, не сразу, но уже дальше, да, с годами уже очень сильно, на самом деле, изменилось, так как, я говорю, и постоянно игры, тренировки, и разъезды, то есть чуть-чуть такое нестандартное детство, так как приходилось работать. Ну, кумира такого не было у меня, сейчас даже не вспомню, были игроки, там, действия, на кого я смотрел, но нет, не припомню, кумира не было, просто всегда так старался смотреть за собой, и улучшать себя, скажем так. Защитником меня поставил мой первый тренер, Зекин Владимирович Геннадьевич, я поначалу играл на нападении, был центральным, а потом как-то вот, сейчас-то я уж, конечно, не вспомню, это было очень давно, но потом вот было принято решение поставить мне в защиту, и оттуда пошла моя карьера защитника. Каждая победа, скажем так, серьезная, потому что, ну, победа, это всегда приятно, но, наверное, в детстве, когда мы, в детстве у нас много побед было, но одна запомнилась, когда мы чемпионат Казахстана выиграли, это, когда Карганду обыграли там, и, ну, наверное, одна из побед в детстве, скажу так. Так, много побед, которые я все запоминаю, и это очень приятно. Нет, таких моментов даже не было, было, конечно, местами, моментами тяжело, и когда я в Северной Америке находился, там были, да, барьеры определенные, но что бросить хоккей, нет, таких мыслей даже вообще рядом не было, я, ну, такого не было. Ну, довольно просто, отдыхаем, можем там ресторан пойти, или же погулять где-нибудь. Ну, конечно, ничего такого там не особенного, так довольно стандартно провести время с семьей, там, в торговый центр может пойти, ну, просто провести время вместе и все. Очень важный фактор, мы это, конечно, все видим, это очень поддерживает, очень помогает нам, так как и раньше, когда не лучшие, да, времена были, это всегда подталкивает, ты когда видишь, что, хоть и, опять же, не лучшие времена, но люди приходят, смотрят, там, кто-то переживает, кто-то ругает, там, ну, это все эмоции, и нам, конечно, это приятно, то, что люди нас поддерживают, несмотря ни на что, и, ну, хочется сказать только им большое спасибо, и чтобы всегда были рядом со своей командой. Ну, таковых традиций, наверное, нету, такие стандартные, скажем так, стандартные дни, игровые дни, там, ну, много мелочей, но таковых, там, вот, надо это сделать, надо мне это то сделать, надо вот обязательно это сделать, такого не такого у меня нету, есть, ну, мыслях есть, как бы упование, да, ну, что все хорошо, так головой прокручиваю, а так какого нет, таких традиций ничего не нету. Хороший вопрос, на самом деле я бы сказал бы, да, идти до конца, понимая все, что сейчас происходит, просто идти до конца, да, чтобы не было, там, 50 на 50, если делаешь, то уже делай, никогда не сдавайся, и, конечно, поменьше расстраиваться, да, быстрее все отпускать, я бы, наверное, вот такой совет дал бы, ну, и сейчас можно воспользоваться этим советом, и буду это делать, но, наверное, сказал бы, да, вот до конца идти вперед и всегда верить в себя, и не расстраиваться, опять же, идти до конца. Субтитры сделал DimaTorzok